Выставка, посвященная 75-летию освобождения Европы от фашизма, а организуется в Боснии и Гельцеговине посольством, организуется еврейским обществом в музее еврейского общества, с которым мы поддерживаем длительные отношения. Нас объединяют многие темы и в первую очередь, конечно, войны. Я не буду говорить о том, о Холокосте, о том, какие жертвы понесла еврейская община. Кстати, очень большие в Боснии и Гельцеговине, потому что на территории именно этой части Югославии активно действовали устаржские формирования, формирование независимого государства Хорватии, созданного немецко-фашистскими оккупантами, и которая, Босния и Гельцеговина, фактически была присоединена к этому независимому профашистскому хорватскому государству. Естественно, евреи были одной из жертв этой агрессивной политики. Я хочу сказать большое спасибо историческому обществу России, что вы принимаете участие в мероприятии. Для нас это важное мероприятие, по сути, стартовое в этом году, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Рады очень, что вы приехали, и мы рады, что вы являетесь частью вот этих вот общих усилий, усилий, которые укрепляют наши позиции здесь, в том числе в Боснии и Гельцеговине. Бывшая Югославия сохраняет память, и здесь сильны традиции освободительного партизанского движения против немецко-фашистской агрессии. Оккупация началась в июле 1941 года, и с первых дней возникло партизанское движение. Причем Босния и Гельцеговина, ну, я использовал в разговоре с своими коллегами слово «колыбель», ну, колыбель, наверное, не совсем верное слово, но в принципе народная освободительная армия Югославии, она была образована именно здесь, в городе Бихач, на территории Боснии и Гельцеговины, в ноябре 1942 года. Но это было как бы объединяющее мероприятие, на самом деле партизанские отряды начали действовать уже в 1941 году. И вот что интереснее, как бы вот этот вот настрой антинацистский, он сохраняется по сегодняшний день. Ну, просто один простой пример. Каждый год в Организации Объединенных Наций голосуется резолюция, авторами которой являемся мы, о противодействии героизации нацизма. Традиционно она проходит, большинство государств ООН поддерживает наш проект. Две-три страны США, Украина, их союзники ближайшие голосуют против, и большой блок государств, основу которого составляют страны Евросоюза, воздерживается. Так вот, Босния и Гельцеговина, в принципе, до прошлого года также воздерживалась. Ну, это связано с тем, что страна стремится в Евросоюз. И стремясь в Евросоюз, она поддерживает элементы внешней политики Евросоюза. Но вот, как бы, общение с нами, общение с нашей страной побудило их впервые в прошлом году поддержать наш проект резолюции. И я исхожу из того, что теперь они традиционно будут выступать на нашей стране. Есть сильные антифашистские настроения в стране. И память чтится. Это и ежегодные мероприятия, проходящие в крупнейших городах Сараево, в Баня-Луке, по случаю освобождения от фашизма. Это и традиционные мероприятия, причем как в Республике Сербской, так и в Федерации Боснии и Гельцеговины, где проживают хорваты и башники, проходят на хорошем подъеме. Ведь они организуются ветеранскими организациями. И, в принципе, приезжают и наши ветераны. Это Игманский марш, это битва при Сутеске, так называемая, это битва на Нелитве, реке, а это вот освобождение крупных городов. 6 апреля каждый год возлагаются венки. Делегация парламентарий участвует, участвуют городские власти, участвуют граждане. Это сильные ветеранские организации хорошие. А 9 мая мы будем вместе, вместе принимать участие в маршах бессмертного полка. В прошлом году они состоялись в трех городах, в Банилуке, в Восточном, Сараево и Требене. В этом году мы надеемся немножко расширить географию, включить 1-2 города из федерации. Где-то порядка 2-3 тысяч человек принимают участие. Идут так же, как и на Красной площади, несут портреты своих дедов, прадедов. На фоне тех не совсем приятных тенденций, которые имеют место не столько в Югославии бывшей, сколько в других западноевропейских государствах, когда тема истории используется в конъюнктурных целях с тем, чтобы как бы с одной стороны, наверное, оправдать своих псевдогероев, а с другой стороны, в нынешнем международном контексте очернить нас, очернить нас, очернить нашу освободительную роль. И эта выставка, она как раз призвана показать те факты, которые действительно являются определяющими для итогов Второй мировой войны. Всеводействие очень большое. Я, опять же, вижу то, что происходит в Польше, вижу то, что происходит в странах Балтии. Но это неизбежная часть, это важная часть нашей общей работы. Это работа по созданию и по укреплению правильного имиджа нашей страны как конструктивного участника международных отношений. И вот проекция событий 75-летней давности на то, что происходит сегодня, это вот, опять же, часть этой большой работы. Такая реакция здесь невозможна, ее не будет, выставка будет в Сараево, мы планируем также провести ее в Восточном Сараево, это сербская часть города. Мы собираемся провести ее в Баня-Луке, это административный центр республики сербской основной. И посмотрим, по ходу года, наверное, еще в двух-трех городах мы ее проведем обязательно. Вы знаете, история Боснии и Герцеговины, она противоречива, но эта противоречивость связана прежде всего, конечно, с конфликтом, с войной 92-95 года, когда распадалась Босславия. Три народа, сначала башники и хорваты вместе воевали против сербов, потом башники и хорваты стали воевать друг с другом, опять же, все воевали против сербов, и, понятно, интерпретация этих событий, она разнится в зависимости от того народа, представителей того народа, с которыми вы говорите. У каждого своя правда, каждый хочет показать, что он был прав, а другие были либо агрессорами, либо раскольниками, это не относится к Второй мировой войне. Событие здесь трактуется вполне однозначно. Была фашистско-немецкая агрессия, были коллаборационисты, прежде всего, из независимого государства Хорватии, и были партизаны- освободители. Их героями были партизаны- освободители. Белград был столицей Югославии, и Белград до сих пор остается основным городом на Балканах. Наверное, в большей степени к нему тяготеют сербы, и, конечно, для них освобождение Белграда в октябре 1944 года это важнейшее событие периода войны. И роль Красной Армии помнят и чтут. Знаете, у нас хорошие, стабильные, добрые отношения с Боснией-Герцеговиной. Но начнем с того, что в Европе не так много стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Вот Босния-Герцеговина одна из них. У нас давние традиции отношений учитывающих нашу роль на Балканах, роль в целом позитивную. Опять же, мы возвращаемся к теме Второй мировой войны. Здесь нас знают, нас помнят и с этой точки зрения. Босния-Герцеговина сложное государство. Здесь оно создано по итогам распада бывшей Югославии, по итогам кровопролитной войны 92-95 годов. И отношение к нам трех разных народов оно тоже неоднозначное. Наверное, мы ближе всего к сербам и духовно, культурно, исторически. Наверное, немножко более-более как бы возможно настороженное отношение к нам со стороны мусульман башняков. Неоднозначное отношение хорватов, хотя хорваты хорватами в последнее время отношения у нас улучшились. Связано это с нашей ролью в выполнении мирного соглашения декабря 95-го года, так называемого Дейтонского соглашения, которое положило конец войне и которое заложило основы, которое до сих пор является основой государственного устройства современной Боснии и Грицеговии. Мы гарант этого соглашения. И наша сила в том, что мы не пытаемся его как-то модифицировать в своих интересов, подогнать его под интересы какого-либо из трех народов. Мы за его выполнение. А в основе лежит равноправие трех народов, полномочия двух интитетов, образующих эту страну, и территориальная целостность Боснии и Грицеговины. И мы на этом стоим. Мы не используем свои позиции для каких-либо целей, чуждых интересов именно трех народов. Нас могут любить, относиться к нам с некоторой настороженностью, но уважать нас здесь безусловно уважают все и с нами считаются. Вот мы как бы участник, причем участник конструктивный тех внутриполитических процессов, которые происходят в Боснии и Грицеговине. И что важно, что важно, в отличие от некоторых наших партнеров, мы не вмешиваемся во внутриполитические дела. Мы действуем на основе тех принципов, которые заложены в структуру того устройства, которое существует в Боснии и Грицеговине. Субтитры создавал DimaTorzok